В дни новогодних и рождественских каникул, когда самарсы стремились проводить время в общественных местах, соблюдение ковидных ограничений было на особом контроле городских властей. Мониторинг проводится и сейчас. В фокусе внимания проверяющих объекты потребительского рынка. От магазинов у дома до крупных торговых центров и пунктов общественного питания. Ежедневный мониторинг проводят внутригородские районы, преимущественно при участии полиции или иного ведомства, уполномоченного составляясь протокол об административном правонарушении. Сотрудниками администрации составляются материалы и направляются в управление гражданской защиты городского округа Самары и во временный контрольно-распределительный центр для принятия мер в соответствии с действующим закладательством. Проверяющие в первую очередь следят за тем, как покупатели и арендаторы соблюдают масочный режим, как организованы пропускные пункты на входах в торговый центр, а также как проводят дезинфекцию на территории комплекса. В свою очередь сотрудники торговых центров в будни и в праздничные дни стараются обеспечить для покупателей безопасное пространство для шоппинга и развлечений. Проход посетителей у нас осуществляется с шести входов в торговом комплексе. Везде стоит охрана, которая контролирует QR-кода, ПЦР-тесты. Ежедневно проводится дезинфекция в торговом комплексе. На входных группах у нас находятся везде дезинфекторы, диспенсеры, 17 точек всего. Подобные проверки уже третий год ежедневно проводят по всему городу. Так, например, в железнодорожном районе с начала действия ограничений выявили порядка 700 нарушений. За весь период только здесь наложили штрафы на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Проверяющие напоминают, за невыполнение требований безопасности юридическим лицам грозят санкции в размере до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа на предпринимателя в гораздо большем размере, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.